здравствуйте в эфире тема дня и я ее ведущая ольга свединская вот и наступило время когда в нашем городе не пройти не проехать тротуары затоплены автомобильные дороги больше напоминают реки что делать с этим и как выживать омича в таких условиях сегодня этот вопрос мы адресуем ведомству которая отвечает за работу на подтопленных участках и сегодня на наши вопросы будет отвечать директор бюджетного учреждения омска управления дорожного хозяйства и благоустройства владимир казимиров владимир покупки я знаю что же сегодня вы выезжали на несколько мест частные дома где подтоплены люди буквально по колено ходят в воде мы видим что практически мы наверное на 70 процентах тротуаров очень сложно сейчас перемещаться плюс дороги просто у нас в реке наверное превратились вот что сейчас делается силами вашего управления может быть другие какие-то службы подключаете чтобы ликвидировать и как-то хотя бы как-то облегчить вот страдания мечей которые сегодня просто обрывают наши телефоны ну сразу скажу что ситуация сегодня такая какая она есть но задолго до сегодняшнего дня администрации города омска были разработаны планы мероприятия по противопадным мероприятиям соответственно наш блок который касается бюджетного учреждения управления дорожного хозяйства благоустройства города омска вошел в этот общий план я сразу скажу что несколько таких позиций которые или цифр которые я назову которую определяют это вывоз снега смес подтопления в пределах 90 тысяч кубических метров смес подтопления мест подтопления определены администрациями административных укропов департаментом городского хозяйства в количестве 296 ну и соответственно прочистить даже прием на колодцы которые находятся на на улицах города омска очистить те значит ливневые магистрали дождеприемных лотков и и канавочной канализации она в пределах 20 километров и плюс водоперепустные трубы через автомобильные дороги их количество чуть больше трехсот я сразу скажу что уже неделю тому назад эти плановые цифры все уже выполнены и вы называете цифры да понятно что никто не умоляет заслуг дорожного хозяйства которые вывозят снег чистят ливневки но на сегодняшний день мы видим что на дорогах просто огромные лужи вода никуда не уходит то есть на самом ли деле были проведены вот эти мероприятия которые должны были предшествовать вот как раз это время когда у нас наступает палаток обычно где-то за месяц может быть даже за два выезжает бригада я даже сама не раз было на вот таких съемках но в этом году почему-то я вот не припомню таких нас не приглашали мы не видели как чистилась на самом деле вот это ливневая канализация чистилась ли она вообще судя потому что сейчас на дорогах с ней все плохо сразу скажу что на сегодня даже приемных колодцев у нас на территории города омска на дорогах более 3000 мы их почистили причем неоднократно выпадал снег вот последний снова повторно шли очищали они рабочие вот я вам приведу пример улица маршал жуков здесь рядом находящиеся на ней воды нет нет практически нет воды потому что центр подождите нет я говорю почему потому что здесь и ливневая канализация есть десятилетия ливневая канализация есть воды там нет орженигидца герцена красный путь ливневая канализация есть воды нет сегодня дорожная транспортная сеть города омска обеспечена ливневой канализации всего лишь на 24 процента там где нет линевой канализации идет резко потайка есть снег на улице города на обочинах там будет вода вот это микрорайон который улице малиновская ведь и новый микрорайон но там не построили мой канализация сегодня мы там просто технику а почему их не строят почему вопрос задать строителям надо архитектуре задать вопрос потому что ну во первых разработка проектно-смертной документации мы сегодня бюджетное учреждение организации которого заниматься обслуживанием и содержанием вот как она есть так мы содержим вы сейчас своем первом ответе упоминали что каждый год вы отрабатываете то есть строится какой-то график по которому вы готовитесь к поводку то есть вы еще какие-то ведомства то есть график есть на бумаге вроде все получается а вот когда мы сталкиваемся когда уже начинается снеготаяние да то получается что город просто напросто тонет в чем здесь я вам отвечу график это есть 600 этих мест подтопления но я же говорю что то 600 мест подтопления у нас на сегодня будет сделано более 300 но я говорю про свое бюджетное учреждение про свою зону ответственности но если другие хозяйствующие субъекты и имеет те места подтопления это какие-то предприятия это организации собственники те же управляющие компании и когда в пределах 600 штук но ведь и каждый год вы думаете прошлом году не подтопливал позапрошлом году не подтопливал также подтоплю одни и те же улицы из года в год повторяется ситуация не меняется надо стоить работать вот сегодня вы выступаете вы сегодня освещаете в средствах массовой информации я говорю для того чтобы это построить нужно большие деньги десятки миллиардов рублей и этот вопрос неоднократно ставился в администрации города в городском совете просто бюджетный средств в администрации города в муниципалитете таких не найдется сегодня все строительство новое дорожное капитальный ремонт реконструкции обязательно составная часть проектной документации это ливневая канализация владимир пакомыч вот сейчас наверное даже сегодня да вот больше ста вызовов было от людей которые живут в частном секторе то есть сейчас на самом деле им там очень сложно люди по коленам в воде кому-то придется покидать свои дома ютиться как-то родственников потому что в домах невозможно просто находиться они затоплены вот что сейчас делается как помогаете им как бригады работают и как скоро люди смогут вернуться в свои дома собственные жилых помещений также как и собственники хозяйствующих субъекта обязаны снег очищать складировать и вывозить у нас практика в частном секторе они же собственники своего жилья снег вывозят с ограды теперь уже модно стало с огорода то что на улице и складировать на обочину но не вывозят они должны это вывозить они должны чистить дорогу до середины оси поэтому администрация города почему в график включила всего лишь 298 объектов потому что в этом списке в этом перечне находятся те жители которые сегодня не в состоянии провести очистку даже приемных колодцев не могут состоянии очистить даже водопрепускную трубу снег вывести по финансовому состоянию по физическому состоянию сегодня у нас очень заполнил просто интернет и мы рассказываем это в своем эфире о том что на улице лукашевич автобус просто провалился в яму то есть дороги сейчас не то что они затоплены и понятно что мы в своем эфире уже не первый не первую неделю рассказываем о том что по дорогам невозможно проехать еще и потому что они просто-напросто ну рассыпались после этой зимы вот сегодня автобус до провалился люди там мы пытались вытащить вытолкать вот вообще есть ли надежда у мечей на то что ну хотя бы что-то будет сделано с нашими омскими дорогами в этом году более 600 миллионов рублей выделено перечень в этом мы знаем что 21 улица в том числе улица лукашевича улица мира иртышская набережная богдана хмельницкая о которых много говорим это будет замена верхнего слоя асфальта бетонного покрытия то есть это все в этом году в этом году будет как сейчас вот с теми ямами которые вот сейчас образовались вот этот автобус провалился сегодня есть гарантия что и завтра вот сегодня то что он провалился в эту яму в течение ночного времени яма будет задела на выбоина задела на мы говорим сегодня не говорим ямочный ремонт в этот период зима и ранняя весна нет такого понятия ямочный ремонт ремонта восстановительной работы есть просто содержание дорожной транспортной сети есть выбоина мы ее заделал всеми возможными методами и способами а вот сейчас особенно в эту весну мы просто стали наверно посмешищем для всей россии из-за наших дорог вот что случилось почему именно в этом году вот такая критическая ситуация что амичи просто не могут проехать не практически не по одной из улиц вы говорите практически невозможно проехать я вам говорю опять перечень улиц вот этих 21 которой это жители города определили при голосовании да они будут отремонтированы но сегодня по ним же ездить можно на одной из улиц его сделали ограничение на лукашевича сделали до 40 километров в час до этого 60 километров ездить до 40 ездили вот там и так быстрее не поедет почему очень много три дня тому назад я ехал с объездом утреннее время со скоростью где-то 35 40 километров в час газель это спас пассажирская меня обогнал примерно со скоростью 60 70 километров в час по улице уже видимо приловчили съездить а вы говорите ездить нельзя ездить даже с превышением скорости в городской черте нельзя свыше 60 километров в час ездить ну спасибо большое за этот разговор напомню что сегодня в теме дня мы беседовали с директором бюджетного учреждения умска управления дорожного хозяйства и благоустройства владимиром казимировым увидимся и